Дети, которые у нас здесь есть, это тоже, знаете, как-то ничего специального мы не делали для того, чтобы у нас дети были, скажем так, потому что как бы в семьях со своими детьми очень трудно справиться, а с чужими это и тем паче. Но Бог, наверное, тоже поверил в чьи-то силы, и вот Он дал несколько ребятишек для того, чтобы в том же плане, как и с братьями, не сколько им помочь, сколько самому себе. Я думаю, что для их жизни тоже это очень хорошо, потому что если бы они жили на улице, то выросли бы люди, которые бы пришли сюда же через лет 20, скажем так. На подворье живет 70 человек, ну, плюс минус там 10 бывает. И, конечно, все они люди чужие друг другу. Вот я поражаюсь тому моменту, что как Бог верит в каждого из этих людей, вот несмотря на то, что они такие, ну, по меркам, скажем так, человеческой жизни, они опущены, да, вот так вот. А Бог видит в них какую-то такую красоту, верит в них в то, что они могут для друг друга стать действительно родными. И вот это такой поразительный момент. И то, что действительно многие из них стараются, вот как-то... Где-то у них остались семьи, да, где-то там родные. И они с ними там даже контактов каких-то не поддерживают. А здесь они стараются вот действительно как-то даже пересилив себя, ну, увидеть брата, скажем так. Вот, и они, наверное, никогда в жизни, кроме там своих там родных по плоти, никого нам в жизни братом даже не назвали. А тут как бы друг друг друга, они братья, и... Ну, я так верю, что в конце концов, это действительно будет семья. Вот такая вот крепкая, вот, в которую можно будет приходить, может быть, другой человек совсем со стороны, он будет тут чувствовать какое-то тепло, там, заботу. Иди, хорошего, иди. Иди, умница, иди сюда, иди. Най, да иди сюда. А Бог есть. Есть. Принять его, поверить ему, ну, это уже другое, то, что он есть, это да. Ну, что вам еще сказать? После школы поступил в военное училище, похороничное. Вот, около года на границе, вот, затем Афганистан, вот, спецгруппа КГБ по ликвидации банкформирования. После этого был уволен запас, работал в Москве, начинал с райкома комсомола, затем ЦК был ГСМ, вот, затем ломка, перестройка, вот, ну, ушел в тренерскую работу. Ну, можно сказать, здесь вот и началось тогда. Вот. Женился, развелся, ну, и практически спился. Вот. Значит, продал квартиру, переехал сюда, в Белоруссию. Ну, думал начать все с нуля. Ну, что получилось? Денег много, вот, знакомых много. Опять женился, распился, пропил все, связался с мафиозными структурами, залетел, отсидел. Когда освободился, ну, фактически остался с ни с чем. Вот. Родственники старой закалки у меня, все бывшие коммунисты, все партийные работники, вот, посчитали меня за изруя, зэк. Ну, к себе близко не подпустили. Сказали, ты уже большой мальчик, значит, строй свою жизнь сам. Ну, и фактически все закончилось. То есть, опять связался с бывшими уголовниками. Ну, надо было как-то жить. Ну, в конечном итоге я чувствую, что все, все, вот-вот, опять сяду, опять. Ну, начнется все по старой. Случайно, просто-напросто, как обычно бывает. Поддавши, уколовшись, подошел к сестре там, в переходе где-то, уже не помню даже, сказал, сестра, помолитесь, вот, наверное, ну, рассказал длинную-длинную историю, но она говорит, что зачем мог губить себя, вот идите в монастырь, к отцу Андрею, поговорите туда-сюда, может, что-нибудь посоветует. Ну, благословил сюда, на монастырское подворье. Вот уже почти три года, вот где-то так, уже, наверное, четвертый год, здесь, на коровнике. Ну, начинал с чего? С дерьма. Учись, Саша, доить. Общайся побольше с животными. Ты их любишь, и они тебя полюбят. Ну, вы представьте, мне доить коровы-то, ой, я не знаю. Ноги перебиты, руки перебиты. Ну, не знаю. Голова так себе. Ну, вот первый раз подвели к корове. Ну, боялся страшно, Ну, видел только на картинках фактически, и все. Вот мат Тамары стоит рядом, да, так, говорит, давай, дои. Встал доить. Ну, и после этого вот даю. Отелы принимаешь, сдойка, кормежка. Вот здесь фактически втроем, только вот постоянно. Я, Рома Толик, так что нормально, пока нормально все. Ну, а что дальше будет? Бог покажет. Онкология. Смолит. Да, есть вообще... Мне сегодня, кстати, в голову пришло такое сравнение, понимаете, что есть видящий око. Вот это я сегодня просто подумала об этом. Что есть вообще как бы действительно око, которое проникает в душу. Что есть, наверное, какой-то такой взгляд, вообще, который нам и не виден, и посмотрит в глубины души. И именно вообще благодаря этому взгляду в новинках происходит историю при счастье. Потому что как-то Бог видит наше с вами состояние лучше, чем мы. Так? Согласен. Да. Господь вообще слава Ему за это, что видит наше состояние лучше, чем мы с вами. Ко мне к пьяному ангелу пришли. Я видел ангела. Чуть не выпрыгнули с 12 этажа. Да. Ну, все к трезвому приставалось там. А мне приходили к трезвому пришел спустя сам. Знаете, в какой-то плане получился? Так тебе сейчас тоже Господь пришел, понимаешь? Ну, это было 10 лет назад. Что благо, что ты мимо пробегал вообще и почувствовал в руку. Наркология. Ближе. Сколько? Подальше сейчас запишу. Да, ну, потому что ты не понимаешь полюбить вообще. Ты же кажется так. Да? Да, как-то весь мир же об этом говорит вообще. Любви, собственно, как бы, слово-то это не раз слышится. Не только слышится, а пытается еще иллюстрироваться как-то вообще. Дело в том, что как самого себя вообще это как вообще движение. Это, наверное, вообще не делать даже вообще ему то, что мы не хотим себе. Понимаешь? Это трудно будет. Если я себя ненавижу. Ну, ненавидишь ты не себя, наверное, а какую-то свою часть. Потому что человек, он же сложный. Понимаешь? В нем же есть от Бога то, что Богом было. Ну, как бы, в нем... Поможая другим, ты помогаешь себе. Ну, да, есть такое. Милостивые, помилованы будут. Есть такое вообще слово. Понимаешь? Это и правда так. То есть получается, у Бога по-другому все. Понимаешь? У мира как? Чем больше отдаешь, тем больше теряешь. Да, ну, по-мирски, да? А у Бога наоборот. Больше приобретаешь от того, когда ты отдаешь. Поэтому дело милосердия, да, любое. Это, наверное, душевное. Одно? Да. На внутреннем. Знаешь, и внешний тоже бывает. Бывает, там последний рубль отдал вроде как. А тут раз и кто-то помог тебе, понимаешь, в 10 раз. Не, ну, бывает же такое, да? Серьезно. Поэтому это точно. Рубль отдал, сотку нашел. Да. Нет, так это были такие случаи. Это и ребята рассказывают. Вот стоит человек, вот это случай. И я. Потому знаешь, что ты ненавидишь себя вообще, это святая ненависть. То есть ты ненавидишь, наверное, в себе то, вообще, что мешает тебе видеть как-то это чисто. Да. Ненавидит груз, вот этот груз греховный. Вот это действительно ненависть. Вот к этому ненависть, да, хорошо иметься. Так это ненависть такая, наверное, знаешь, без такой ненависти не покаешься. О чем дело? Она вызывает какое-то все-таки, ну, наверное, покаянное побуждение. Только это же был предел. Слава Богу. В моей жизни это уже было предел. Слава Богу. Вот это в себе ненавидеть слава. Вот это надо в себе ненавидеть. Опять же вопрос, что любить в себе? Наверное, любить вообще то, что Бог дал вообще от начала, какую-то красоту, которая у каждого есть. Понимаешь? А ненавидеть, наверное, вот ту грязь, которая эту красоту вообще собирает. Потому что грех это роковая. Да, значит, дорогие мои, завтра у нас будет вообще принятие величайшей святыни по телу и к вам Христову. И выше причащаться завтра будет. Праздник. Понимаете? Какой вообще праздник в жизни? Потому что очень как бы много вроде бы в жизни человек себе праздников набирает. И какие-то они такие... То есть их очень сильно ждешь, да? Эти праздники. Да? Но как бы так, они бывают очень печально заканчиваются. И, наверное, наше отделение, оно, к сожалению, вообще принимает на себя груз последствий этих праздников. Так? Отмечать вообще. Не будем отмечать. Поэтому у Бога праздники другие. И они, конечно, ну, как бы... мы до них растем. И у Бога радость будет. Вот хотелось бы, наверное, завтра с ней соединиться с этой радостью. Хотелось бы ее принять. Так? Она тяжелая, она трудная такая, понимаете? Она сегодня с какой борьбой, видите как? Что? Устояли таки вообще. Много званых, мало избранных. Много решений. Не, да правда, слава Богу, что устояли. Серьезно. Я вот просто как-то так... Вот это вот есть какая-то нуация. Это... Как бы вам сказать? Наверное, это... Ну, проверка на прочность, что ли? Серьезно. Серьезно. Я тяните. И из тела мое, нежи забыло имое, восстановление греху. ПЕСНЯ 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 Сп方 juїв, тут pilго. Сп方 juїв, тут pilго. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Катя Нас Катя Пока 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 Поколенко Иди сюда Иди сюда Иди сюда Помилуй меня, Боже, по вере и милости Твоей, по множеству и щитру Твоих, очисти беззаконие мое. Наипача мы имя от беззакония моего, от ореха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, а знаю, орех мой предо мною, есть мимо. Тебе единому согреших и рукавах перед Тобой сотворих. Яко добротившись в силу совесих Твоих, победившись в них досудить идти. Себе был беззаконие, зачат есть, и во гресех, родимая Матя моя. Всего истинного ты вывеси, безвестной тайной прямости Твоей, я не вывеси. Отропиши моими соками и очищуся, мыши мя и пяще снегу берусь. Кожи моими славянами, дожниковами нашими, не один из искусства, швы не избавили нас веков. Блудненько слезы Петря, приема Господа, приют, Господи, и приоти скулы не влажно, в неуверения, пропадающие, щедро спасибо, на землю. Снавица, Сына, Святого, Примя, ко Матре, Господи, яко блудница, очистенная, блудка, крахания, помилка, велисца, о милости, у неотряснувая, кирико, на Матре, Святого, Господи, Богослови, Богослови, и приятного аппетита, 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 в аппетита, приятного аппетита, приятного аппетита, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Тогда Пилат взял Иисус и велел бить его. И воины с плеч и венец из терна возложили ему на голову и одели его по границу и говорили, радуйся, царь Иудейский, и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им, вот я вывожу его, вот я вывожу его к вам, вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом инце по границе. И сказал им Пилат, все человек, когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, распни, распни его. Пилат говорит им, возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем никакой вины. Иудеи отвечали ему, мы знаем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий делающий себя царем противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса, сел на судилище на месте, называемого Лифастротон, по-еварийски Гаваафа. И сказал Пилату иудеям, все царь ваш, но они закричали, возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им, царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали, нет у нас царя, кроме кесаря. Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лопное, по-еварийски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону. А посреди Иисуса Пилат же написал и надпись, поставил на кресте. Написано было, Иисус Назарей, царь иудейский. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. 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 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.